В Азербайджане продолжаются командно-штабные учения ВМС. Их главной целью, как отмечают в пресс-службе Минобороны, является совершенствование практических навыков командиров и штабных офицеров по гибкому принятию решений и эффективному применению имеющихся сил в различных условиях, возникающих приорганизации и ведении боя, в том числе повышения знаний и навыков личного состава. С ходом учений ознакомились министр обороны Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники военного ведомства, передает Минвал АС. Безусловно, план учений составляется загоди. Но командно-штабные тренировки ВМС Азербайджана пришлись на очередной взлет войны слов, которую ведет против Азербайджана соседний Иран. Глава МИД Ирана Абдуллахиян дал интервью ливанской Аль-Монар, где вновь пытался отыскать в Азербайджане присутствие террористов. Отличился и Ахмад Али Гударзи, командующий погранвойск Ирана, который озвучил очередной фейк. Дескать, территория Азербайджана используется для разведывательных действий против Ирана. Генералу Гударзи уже ответила государственная погранслужба Азербайджана. Утверждение о разведдеятельности против Ирана назвали ложью. Напомнили, что никаких доказательств подобных утверждений азербайджанской стороне предоставлено не было. И призвали иранских официальных лиц быть более ответственными и не распространять фейки. Ответили и главе иранской дипломатии. И вот тон заявления азербайджанского МИДа оказался куда жестче, чем все, что звучало в Баку прежде, в ответ на иранские дипломатические галлюцинации. В МИД Азербайджана не просто решительно отвергли заявление Ирана, но и обвинили МИД Ирана в клеветнической кампании. Напомнив, что в Азербайджане не было и нет места террористам, в дипломатическом ведомстве не только выразили удивление, что подобных обвинений не выдвигалось во время войны, но и открыто озвучили, что именно так взволновало Тегеран. Анти-азербайджанская кампания не принесет пользы Ирану. Известно, что причинами этих необоснованных обвинений являются пресечения незаконного въезда иранских грузовиков на территорию Азербайджана и освобождение азербайджанских земель от оккупации. И самое главное заявили, мы советуем тем, кто хочет поискать террористов, чтобы они хорошо посмотрели в свое окружение. По сути дела, Азербайджан на уровне МИДа обвинил власти Исламской республики Иран в сотрудничестве с террористами. Одно только это уже дипломатическая сенсация. Подобные обвинения против Ирана вполне обоснованно выдвигались и выдвигаются во многих странах мира. С террором Made in Iran неоднократно сталкивались и в Азербайджане. Убийство ученого-тюрколога Зия Буниятова и предотвращенная террористическая атака на Евровидение, которая по своим масштабам должна была бы превзойти парижский кошмар 2015 года и попытка мятежа в Гяндже. Но до прямых советов МИДу Ирана поискать террористов в своем окружении дело дошло впервые. Но в чем уже нет сомнений, так это в том, что Тегерану давно пора понять. В Баку не испугались и не отступят. И для Ирана это не просто дипломатические проблемы. В Иране рухнула целая стратегия. Да, Азербайджан до последнего стремился избежать эскалации в отношениях с Ираном. И вот это миролюбие Тегеран ошибочно принимал за страх. На что и сделал ставку. А теперь уже понятно, что это была фатальная ошибка. Иранская ставка на страх себя не оправдала. И в Баку решили ответить. Гадание в политике – дело неблагодарное. Но как минимум, не исключено, что это не просто ответное повышение тонов дипломатии, а анонс будущего ужесточения политики Азербайджана против Ирана. Причем дело может не ограничиться раскрытием неблаговидных деталей поведения официального Ирана во время 44-дневной войны.